друзья у нас на мальте наступили теплые деньки наконец-то то что и обещалось когда мы сюда прибыли сказали что будет холодная такая неделя этому ветра дули холодно было ну как относительно конечно холодно вот и сейчас жара наступила все высыпали на пляже если вообще можно назвать пляжами то что здесь есть потому что они все-таки маленький самый большой пляж выглядит вообще ужасно но несмотря на это народ требует солнце загара тепла поэтому дома не сидит также есть бассейны который скорее всего относится к вот этом отеле наверно или к этому ресторану может и ни к чему не отнесла сделано возможно возможно такая вот набережная таких нормальных больших пляжей здесь нет как это не странно но это так вот пальцы и к тому же они эти пляжи не убирает почему-то не знаю почему может ждут какого-то определенного сезона очень грязно выглядит на мере те пляжи которые я видел до этого момента вообще красиво балута балута все-таки когда солнце как-то получше все да даже настроение лучше так пойдем тогда в ту сторону только нам перейти где-то здесь надо пока стоим так пойдем так как будто тепло солнце сразу солнеч становится ага любое место становится краше да да у каждой погоды есть свое предназначение для хорошего настроения солнца для каких-нибудь мыслительных процессов можно и дождик что пошел чтобы грусть какая-то пребывала печаль для да 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 для творчества какого-нибудь а так не знаю но пахнет здесь хорошо о смотри какие здания пойдем прямо тогда срежем все что тут можно срезать заодно посмотрим как город выглядит да что у нас в этой части полюбуемся если вы смотрели для моего видео до этого про мальту то я думаю что уже представляете все что здесь творится все вот в таком желтом стиле стиле в бежевом желтом солнечном скажем так стиле в принципе все красиво просто увы не улицы плохо убирается где какие-то стройки какие-то грязи в таком роде особенно в некоторых местах вообще ужасно выглядит какого-то там месяцами годами ничего не выбиралось давайте посмотрим какого-то там ясно ясно практически ясно ясно когда ясно 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 раз в недельку бюджет у них на это не выделяется поезд пойдем так приезжает сюда тоже много людей покупает недвижимость она здесь продается в огромном количестве то есть приложений валом очень много предложений очень много разных агентств вот один евро стоит килограмм это что такое бабы это бабы да килограмм бобов стоит килограмм капуста тоже евро стоит связка лука евро стоит выпеченный на солнце тут 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 вот какой-то отелью дать тоже выглядит странно и все таты отели здесь тоже друзья очень интересно уже про них рассказывал один отель мы заселялись 5 часов ни разу за все это путешествие не они заселялся в отель 5 часов это удивительно все ужасно просто работы притом я так понимаю что это явление как бы нормально скажем так здесь вот магазинчики есть да вот мне бы здесь здесь некоторые люди то что некоторые многие люди приезжают покупают недвижимость и живут здесь но я бы не хотел здесь жить пока еще не нашел я здесь такого места который вот реально даже не то чтобы прямо вот именно сесть вообще жить скажем так если бы примеру есть деньги купить недвижимость и чтобы она была приезжать хотя бы там месяц два три полгода год такие строки чтобы жить я имею ввиду здесь я такого не нашел в отличие от канарских островов просто на канарских островах просто шикарнейшие красивейшие места где вот реально каждый день это какой-то удовольствие такое спокойное тихо очень много здесь пока еще такого не было хотя предложение здесь очень много возможно поэтому предложение много потому что все отсюда или валят или мне так кажется что все отсюда валят не знаю у нас сейчас где мы живем у англичанина вот он тоже купил этот дом который сделал под отель и он нам немного рассказал местной жизни говорить что уже вот или отели год ужасный интернет тоже ужасно я бы сам не знаю что делать потому что я самый лучший интернет беру но самый лучший интернет он у него скорость как бы нормально ну как нормально не самое лучшее конечно но более-менее пойдет но дело в том что она постоянно соскакивает сделать с этим быть ничего невозможно всего на мальчик две компании интернет и одна очень плохая вторая вот это лучшее все на нее садятся но несмотря на то что все на нее садятся она тоже со сбоями работает вот и здесь спрос превышает предложение то есть если здесь допустим открывать реально хорошую интернет компанию то можно очень хорошо заработать все конечно интернет будет реально хороший потому что людей ищут этот интернет хотят чтобы у них был нормальный интернет они вот то что здесь есть такие вот вещи так куда мы вышли так здесь надо осторожно да это стороне левосторонние здесь движение как в англии или как в таиланде поэтому надо быть осторожным туда смотришь вначале потом на дорогу хочешь выйти и понимаешь где вот этот он нормально вообще прикольно краски хватит только на колонны да 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 ну да там сверху не там сверху этот сидишь шериф наверное место мальтийский шериф вот но и он в ремонте не нуждается так как он сам время проводит все равно на пляже очень много здесь итальянцев особенно молодежь и молодежь я скажу такая безумная вообще бешебашина вот такая ага уже сдается наверно все сдается и все продается вот такие вот автобусы ездят интересно что здесь раньше здесь вообще были автобусы такого желтого цвета мальтийские чисто и они как бы являлись фишкой этого острова вот такие такой достопримечательности в своем роде очень людям нравились да и реально они на самом деле красивые они тут есть но они уже не ездят а чисто сувенирный такой один стоит там вот и дело в том что они их убрали вместо них запустили вот эти автобусы но вот эти автобусы которые вот только что видели мерседес автобусы они тоже как бы не новые и вот сколько на них ездили уже не раз бывало что они ломаются там останавливаются потом шофер вызывает других автобусы стоят то есть такие проблемы которые в других странах вот я не помню где такой был может болгарии такое было помню а в румынии еще как-то что-то ну в россии это как бы естественно по крайней мере когда я там был такие варианты частенько бывали когда старые автобусы и вот такая же тема с вот с этими их старыми ну точнее типа новыми автобусами здесь происходят интересно что сами вот эти люди мальтийцы я не знаю это мальтийцы это или это приезжие но который здесь живут они отличаются вот от этих европейских стран какой-то не то чтобы прям такой без культурности но такая вот немного у них вот это есть допустим там очередь стоит вот они туда все ломятся автобус подъехал то есть как бы очередь других европейских странах как подъехал автобус стоят люди все спокойно вежливо никаких вот таких левых движений нет здесь по большому счету конечно тоже все как бы вежливо там допустим если с россией сравнивать я но с той же европы когда ты смотришь что ты видишь как люди ломятся и там то есть кричат там что-то друг на друга там типа недовольный орут выясняют отношения то есть вот такие вот какие-то такие мелкие такие эти вещи происходят интересно за этим наблюдать особенно интересно когда ты это давно не видел вот раньше когда это все когда это все было в большом количестве вот меня бы это сейчас не удивило бы конечно наоборот удивило когда всего этого не стало в европе когда ездишь когда этого всего не было все-таки вежливо сел улыбается там автобус проходишь никто те там не будет толкать никто не будет лезть там вперед то есть нормально спокойно красиво стал спокойно зашел спокойно сел все как бы красиво а вот здесь вот это вот такая вещь существует вот кричат допустим тот же шофер который автобус там кто-то зашел там один ну в дверь зашел и он и оттуда кричит при том как конкретно орет на него что-то кричит тот на него кричит типа у меня есть этот билет что-то меня докопался там разборки начинается вот ну до драки не доходит вот такие вещи интересы здесь происходят то ли это место такой характер то ли всем это связано то ли с экономикой связано вот что не так все красиво не так все идеально хотелось бы потому что экономическая сторона тоже очень важно когда у тебя экономически все в порядке так правильно ли мы идем правильно скорее всего да потому что вот когда у тебя экономически все все в порядке ты меньше раздражаешься меньше агрессии такой и еще плюс если вокруг тебя такие же люди как бы не агрессивные не раздраженные скажем так у которых тоже с экономикой все в порядке вот то естественно то все более протекает таком тихом спокойном режиме как допустим тем же скандинавских странах вообще очень редко можно увидеть чтобы кто-то в автобусе или там не в автобусе на улице кто-то на кого-то орау кричал даже сигналил просто в автомобиле а здесь кстати очень нормально так сигнал не так конечно как в бангкоке естественно или в других таких местах но вот с этой европой после даже даже эти канарские острова испания почему-то мне казалось они такие будут эти испанцы даже там все так тихо спокойно такие вот наблюдения но это друзья мои личные наблюдения поэтому говорится не стоит их воспринимать что так она есть это то что я видел потому что некоторые говорят что это так это не так каждому как говорится свое по-своему видит этот мир есть тут конечно также и дорогие места кварталы где вот реально живут обеспеченные такие люди и вот в тех местах там все чисто красиво аккуратно то вот таких движений вот этих нету но опять вот это мне все напоминает тот же таиланд таиланде такая тема что стоит такое супер красивое новое здание вот этот кондоминиум там полностью вот это все построено бассейны охрана парковки вот в общем такой городок скажем да маленький где все люди все живут вот как только ты за него выходишь начинается такая просто бешебашная рухлядь какая-то развалины нищета вот что такое здесь такой нищеты естественно нет как в таиланде такой бедности но сами вот эти постройки есть такая тема существует что ты вот есть красивые места потом за это место красиво выходишь и уже начинается вот эти вот визе вот в таком вот стиле такая грязь такая разваливаю что-то такое присутствует здесь пойдем но какая красота у нас здесь появляется это друзья вон там лежит город валетто это столица острова мальта город очень красивый красивый в первую очередь тем что древний по большому счету он и по нему идешь как чтобы так получше объяснить примерно я думаю вы представляете как вот этой греции когда такие колонны стоят вот эти древнегреческие или рим какой-нибудь древний рим вот типа такого все здания все все вот эта архитектура вся в таком стиле там находится именно этим город очень красиво вот с той стороны у нас лежит нормально мы кстати прошли такое тут дали да 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 мы сейчас вообще четко обошли потому что если бы надо было точно смотреть улице я просто пошла по прямой если дальше чуть чуть правее и левее тогда мы там да 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 не но мы сейчас четко обошли потому что мы здесь да чтобы отсюда дойти обычно мы там наяривали вот такие там два таких круга ну а за нужной а здесь вот у нас валетто сейчас город который в данный момент вот находится называется слима да слива слева а что мы силой сейчас откудаший только что пешком это горо назывался сан джулианс вот вот сейчас мы а вот так опишется слиемо да или слиама Ага, откуда мы город шли, назывался Сан-Джулианс, сейчас мы находимся в городе Слима, а вон там находится город Валетто. А в русский магазин что-то? Не-не-не, давай-давай, посмотри, если хороший есть. Пойдем, где он? Что-то не вон, как и не вон, как и не вон. Вон, вон! Что-то? Вон, 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 вон. Вон, 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 вон. Вон, 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 вон. Давай какой-нибудь сок можете есть, может? Да, здесь есть, подерху. Вон, что соединило? Вон, как я спрашиваю, что он поддает. Здесь вроде русскоговорящий магазин, а иногда вот килька есть, видишь, а кефира нету здесь, кажется. Кефира нету, нету, да? Нету. Выпили уже? А, туда? Потому что они приезжают сейчас, и сегодня мы берем кефир. Нет, только сахар-крем, если вы хотите сахар-крем. А кефир вот такой. Здесь кефир. А, вот такой? Ага. Золька моя. Золька моя. А вот кефир есть. Вот здесь вот есть разные поездочки у нас по разным местам. В Сицилии это самое ближе, ближайшее здесь место. Недалеко находится остров. Но пока мы туда еще не попали. Хотя мечта очень давнешняя. Надеюсь, попадем до Всевышнего. Вот есть, кстати, здесь на автобусах очень хорошее предложение. В том плане, что за 15 всего евро можно на автобусе полностью экскурсию по Мальте. На автобусе еще экскурсию по Мальте на пароходе. Вот, за 15 евро. То есть и то, и то входит. Так, ну как там кефир? Ну-ка, давай попробуем. Ну, видишь, на русском языке говорят в магазинах. Вот я заметил, сколько раз уже захожу в эти магазины. И везде продается, ну не везде, очень много продается русской еды. Так, сейчас проверим, друзья, как у нас. Золька моя. Кефир 3,5. Сколько он стоит? 1,40 евро. 1 евро 40 центов. Пол-литра. Пол-литра. 3,5 8 центов. Хорош, хорош. Хороша Зорька. Эй! Эй! Все. 1,1,On t&p. З decay. Куда? Пойдём. А, пойдём, пойдём. Зорька моя хороша, кстати. Да. Вообще приятно, когда есть такие продукты, которые нужны, особенно в поездках в разных странах, неизвестно, что ты поешь. Когда путешествуешь, ты этого не замечаешь, пока не увидишь. А допустим, едешь, 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 я вообще не обращал внимания на эту еду. В плане есть, она и есть, но потом раз наступает такой момент, когда ты видишь какую-то еду, которая тебе, ну как, родная, и ты понимаешь, что как ты ее давно не ел, как ты ее давно не пробовал, как ты ее вообще, как ты без нее мог, можно сказать, и начинаешь ее наяривать просто. Вот здесь вот продается, вот здесь на всей Мальте продается вот этот хлеб бородинский, хлеб ржаной, да, хлеб там еще какой-то такой черный-черный, потом кефиры, кильки, да, русские продукты, все вот этого здесь балом. Вот интересно то, что в этих магазинах почему-то работает, я еще ни разу не видел, они, наверное, скорее всего есть, конечно, именно русские. А, ну все, значит, есть, потому что обычно вот были такие, вот как она сейчас говорила. Она может болгарская. Кто? Болгарская. А, может болгарская. Может быть, может быть, да. То есть в основном вот такие вот. Ты что, сейчас внутри собака бежит? Ага. Это так. Это что, она вот по этим? Тренирует. Я вообще в рекламу сейчас, что она выйдет. Тренирует песечка. Хорошо, что она еще не прыгнула через фонарь. На фонарь. Это первый раз такой момент, я посмотрю. Под другой. Ну, ему, наверное, лучше так ее пожестче прогулять, чтобы она через минут 10 выдохла, чем 3 часа с ней таскаться по этому пляжу. Пожестче. Она обратно идет туда. Видишь, там какая-то лавка была, они вошли, она обратно тянет. На бордюр, по бордюру придет. Я бы не очень хотела, чтобы меня по этому прогуливали. Переприют. Так и в воду можно идти. С барьером. В общем, завтра надо будет какой-нибудь вот эти туры проехаться. Хотя бы вот этот, который идет на кораблике, который на автобусе идет. Потому что, как уже говорил... Когда будет так уже пожарче, может быть, это голубую лагуну, так как там-то приезжаешь и должен постоянно, наверное, в воде это тусить. Но в этой голубой лагуне, там же тоже нету, получается, пляжа, правильно? Так же? По идее, нет пляжа, да. То есть, ситуация такая здесь, то есть, а пляжи на Мальте, их практически нет. Они есть, вот маленькие-маленькие такие пляжики, но назвать это вот пляжами, как в обычном понимании, такой красивый пляж, или пускай даже хоть не очень красивый, такого нет. Единственное, есть здесь пляж, самый красивый, не самый красивый, а самый большой, который находится в Мелехо, да, же называется? Мелехо называется это место, я уже это заснял, так что смотрите Анзор ТВ, набирайте Мелехо место, это пляж на Мальте. Вот, но скажу сразу, там, ну, это ужасный пляж, это на самом деле реально ужасный пляж, потому что там грязь, там какие-то эти камни. Единственное, там песок очень хороший, сам песок, но его, то есть, на этом песке еще очень много грязи, отход к морю очень грязный, то есть, невозможно там ни купаться, ни загорать, не знаю, конечно, там, наверное, люди купаются и загорают, но лично я уже там не стал бы не загорать. То есть, ехать, допустим, сюда, если человек хочет отдохнуть на Мальте, позагорать на солнышке, грубо говоря, там, полежать на пляже, то я не советую сюда ехать. Есть миллион других мест, куда лучше, да, те же Канарские острова, волшебнейшие места, побережье Испании, там, Италия, да, что угодно, но ехать сюда, чтобы поваляться на пляже, вот этом ужасном пляже, то это точно того не стоит. Другое дело, что сюда можно ехать только за тем, чтобы изучать английский язык. Ну, или дискотеки, мискотеки, там, где-то. Да, дискотеки, движения, тусовки, да-да-да, магазины русские есть. Не, не русские такие тоже. Русский язык, ну, вообще, я говорю, магазины, тусовочные движения тут происходят. Очень много туристов, а не туристов, а этих студентов, вот, то есть, если приезжая сюда, здесь можно тусить, вот это и то, и то тусить, что значит. Вот в одном месте там есть место, где все вот это вечером все происходит, тусовки, движения, дискотеки и все это в этом плане, все прекрасно. Ну, а те, кто хочет приезжать, там, отдыхать на пляже, лежать, загорать, там, какой-то уединенный такой спокойный отдых, скажем так, такой темы, по крайней мере, для пляжей точно нет. Единственное, вот эта голубая лагуна, куда они возят, на этом, на катере, ну, на паромах, на катерах таких небольших, они туда возят, и там дают людям купаться. Ну, это получается такой прикол, что ты садишься на этот катер, едешь туда, там, в этом красивом очень месте купаешься, весь день. Единственный вопрос, знаешь, вопрос, до сих пор ли это красивое место, если они там ничего не убирают, мусор, например. Так, может быть, они там убирают, они же деньги берут за поездку. Да, деньги они берут. Может, там они убирают, мы еще это дастся выше, посмотрим еще, что там. Вот, что там целый день купаешься и потом возвращаешься. И стоит это, сколько это стоило, около 10 евро стоит, да. То есть, такие вот заманушки тут интересные. Вот, а вот эти автобусы, они стоят вот 16, 16 языков, они стоят 15 евро же. Ну, я не знаю, какой этот, этот фирма сколько стоит, но та, которую мы смотрели, да. Та стоила 15 евро, ну, я думаю, точно так же это будет. Они каждые 30 минут ходят, то есть, каждые 30 минут ты можешь на остановке сесть, заплатить и весь день. То есть, в течение дня ты можешь на этом автобусе разъезжать. Кстати, надо в этом Дину поехать, там, вот там говорят красиво. Мы ничего туда не поехали. Вот. Вот. Да-да, а-да-да. Добавьте тикет, потому что, когда вы домой или на следующий destination, вы получаете 10% И, как в Лондоне, я думаю, это около 64 паунтов, так что это немного зарплаты Базы начнутся в 9 и последний раз в 3.30 И, чтобы купить тикеты, мы можем купить здесь? Да, конечно, я здесь каждый день, 8,5 паунтов, 6 Но это Харбер Крис или боссы? Нет, это босс, я вам покажу Я не могу, я не могу, я не могу, я не могу Так, так, где мы здесь Мы здесь, номер 14, да? Так, что вы делаете, вы можете оставить на границе А, окей Или идти на трех-траминал, на блесной линейке Мосте, Медине, Рабат, Таали Это как Силен-Сити, называют это старое фортресс Или вы можете идти на белый и идти на Таа-жин, археологический сайт Викториоса, где Найкс и Фрэндж, etc. Ладно, это лучшая марина в Меде Или Массе-Слок, традиционный фишинг-маркет И если вы едите фиш, это очень вкусно Так, два дня А, окей Так, два дня мы можем идти на бассейне? Да, ни два дня Если вы хотите идти на бассейне, а потом на фрэйде И вы можете идти на бассейне, как я сказал, это бесплатно И вы делаете это, когда вы хотите И вы можете идти на бассейне, а потом на фрэйде И вы можете идти на бассейне, а потом на фрэйде И вы можете взять это, если вы хотите Мы имеем в Малте, Камин, 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 Франандес, Франандес, джипы, Партики Найс Эта, эта Эта Франандес Брекфаст и ленч на бассейне И много штабов Спасибо большое Много всех Так, что там теперь? А тут за 20 евро Ты можешь целых три рута получить Что такое? Три рута? Экскурсии Три экскурсионные Одна в одну сторону, другая Третья в третью Ты сразу должен в один день или в три дня? Нет, два дня у тебя Два дня Ага И тоже потом лодка входит И еще лодка потом входит Ну да Нормально А лодка тоже в два дня надо закруглиться? Нет, я не знаю, наверное не Почитаем потом Надо сучь Надо сучь Да Вот такие вот экскурсии Ну еще немного там Немного там Немного 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 Надо будет Зарулить туда Я думаю завтра можно туда зарулить Нет, завтра мы туда не сможем зарулить Это во сколько надо? Девять утра сказал? Да Начинается То есть надо быть именно здесь в 9 утра Или же просто в любое время А в 9 утра То есть получается здесь надо быть в 9 утра А другие экскурсии которые Помнишь тот был? Там получается ты просто по полчаса в любое время На остановке, да? Это уже другая экскурсия По другому работает 15 евро Я так понимаю экскурсии тут разных валов Да, экскурсии здесь валом Жарко жарко Потому что у них тут нет такого нормального пляжа Угу Поэтому они Катают Да? Предлагают Пастить сверху Ну да Да На более чистую воду Да 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 Вот друзья Рекламные такие штуки видите Я уже показывал Но еще раз Здесь можно сидеть То есть это как бы автобусная остановка Ну и здесь же можно и не сидеть Ну точнее То есть это реклама Такие вот вещи Так же в самом автобусе Когда садишься в автобус Билет Обычный билет на автобус Который стоит 2,20 евро Если ты катаешься один раз в одну сторону И 2,60 евро на целый день То есть в течении всего дня до 11 часов вечера Можешь ездить за 2,60 евро Так вот на этом билете С одной стороны билет А с другой стороны реклама тоже Такие вот фишки тут Свои мальтийские Греки 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 Да Вот они греки Это первые люди Которые привезли на Мальту Греки С тех пор они здесь С тех пор они здесь С тех пор они здесь Продаются в русских магазинах Это случилось в 1996 году Как видите Вот эта вот компания Из 5 человек 6 Точнее Все это осуществило Также здесь есть у нас и другие известные личности Вот Тобу Ридзо Тобу Ридзо Тобу Ридзо Тобу Ридзо ты который обувь сделал? Медалист Медалист Магру По моему он пловец Может быть У него такой костюмчик так у пловца и много медалей висит Да? А? Точно У него медали висят Точно Медали они плохо выбили Но может он полководец какой-нибудь раз, у него сколько медалей У него такой костюмчик у пуловца в шорте какой-нибудь такой вот Да, 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 в шортах, вот точно. Он очень короткий какой-то. Ну да, в шортах, да. Может, просто генерал, который дослужился до пенсии во французском легионе и получая свою пенсию, живи-жил на Мальте. Так, и еще один. И в этом костюме, да? Да, и в этом костюме его так всегда и видели. Вот еще один. У нас тоже со спортом что-то связано, с мальтийским спортом. Спорт Мальти. Да, вот такая вот Мальта. И такая тут жизнь проходит. Что там? Наша точка поменяла имя. А, нет. Да, здесь, друзья, видите, вот эти кебабы? Вот, если вы смотрите Анзор ТВ, то вы знаете, что я очень много кебабов переел, потому что... Вон наша точка табака. А, вон она, да. Потому что кебаб это такая... Как сказать? Конечно, если настоящий кебаб, он на самом деле по-настоящему очень вкусный. Но я их еще ел к тому же, потому что они по цене ниже. То есть можно их себе позволить, если так говорить. Вот, так вот, хочу сказать, что здесь, на этой Мальте, вот эти кебабы, они очень-очень-очень реально вкусные. Притом здесь есть баранина. И притом эта баранина еще и халяльная. И вот здесь очень много вкусных реально кебабов. И не только кебабов, а, допустим, вот она, вот эта точка, вот которую я сейчас вам показываю, табака называется. Это вообще просто обалденное место. Очень вкусная еда. Я не знаю, давно они открылись, и недавно они открылись, и будут ли они так дальше работать, как они сейчас работают. Но они кладут такую реальнейшую порцию. То есть огромную такую порцию кладут, которую ты... Если ты ее съедаешь, то ты уже наедаешься. Уже конкретно ты наедаешься. То есть не просто так. Потому что иногда бывает тебе положат, и стоит эта порция... Сколько же она стоила? 7 или 8? 7, кажется, на евро. Эта порция сколько кебабов стоила? 7,50. Ну все правильно. Это большая? Да, да, большая. С мясом? Ну да, с мясом вот это все, да. 7,50, да. Вот. И за 7,50 там просто огромная такая тарелка. Также есть кебабы в других местах здесь, я имею в виду. Такие маленькие. По 3 евро. Они, можно сказать, даже, может быть, чуть-чуть меньше, чем в других местах, но они настолько вкусные. Вот это особенно мясо, именно чисто мясо, оно вообще здесь такое какое-то вкусное, реальное. Возможно, это потому что здесь рядом, там, не знаю, Тунис или Африка. Что здесь? То есть, как бы, восточное, скажем так, веяние, как бы там ни было, очень вкусно. Естественно, кроме этих хокебабных, понятно, дело здесь, что здесь другие рестораны. Очень много этих, сейфуд морские эти, морепродукты тоже вкусные, и тоже цены такие. Хотя, по правде говоря, есть цены здесь разные. Есть и иногда и 30 евро, и 50 евро порция стоит, смотря в какой ресторан заруливаешь. Есть и подешевле. Welcome to Ducks Village. Добро пожаловать в деревню Уток. В деревню Уток? Это они для зеленых, да. Воняет тут, как будто, не знаю. Да, воняет здесь конкретно. А вот, тут ее буси, а не Утки. А, это можно. А, посмотри. А, это Утки. Утки. Да, прикольная тема тут. Утки тут голуби тасутся. У них тут хоромы поставлены. Конкретный такой фермер снова в ней. Это, наверное, та, наверное, это королева. Ага. Видишь, даже номер написано, продается, наверное. Да, да, да. Сдается. Утка сдает апартаменты здесь. Можно считать уткам эти, копейку. Ага. Нормально построили уткам. Это флаг, что за флаг, французский что ли? Утиный. Утиный? Ага. Вот это бразильский вам кого-то взяли. А, вот это бразильский, да. Это утки и гуси. Тут все вместе. Голуби и утки. И гуси. Посмотри, какие здесь эти растут. А вот здесь надпись какая-то, видишь? Апризамент. Или, ну, каком-то непонятном языке. Ну, тут вечно написано, консил, локали, кзиры. Я так понимаю, это значит, что-то правительственное? Ну, возможно. Какой-то знак, тот, что консил там. Какой-то консул или канцелярия. Консул открыл. Канцелярия какая-то. Интересно. И как-то тут тоже ходит, ловит птички. О, здесь целая, посмотри, как они тут понастроят. Интересно, вилечки деревни для уток. Да, интересно, хозяйство они тут развели. Мальтийское. Проводы, коты. Коты вам переподачи? Мы ребятам все рады. Смотри, у каждого свои эти здесь. И тоже все в этом мальтийском стиле, видишь? Жизнь желтого этого. Сюда они тут свои эти арки, видишь? Угу. Заход. Нормальный. Посмотрим, старые лодки. Прямо тут эти домики делают. Прикольно они тут сделали. Наворотили все, что можно. Понаставили здесь. Пальму должно поставить. Нормальный. Что ты хотел танцовать? Здоровый, какие здесь. Это вообще здоровый, ага. В общем, если что, то мы знаем, куда идти за этими. За гусем. Да, за гусем, да. За дичью. За дичью, да. Так, сейчас мы заходим на какой-то полуостров, да? Мануэль. Мануэль называется? Остров Мануэль. Остров Мануэль у нас называется вот это место. Сейчас кто-то растолкал свою холымагу. Приключают лодки, если делают. Ага. Потом продают. Да, ремонтируют и все. Вы видите, столье такое стоит. Все вместе. Да, да. Да. Ну, смотри здесь, какая стоянка. Стоянка мощная. Огромная крышка. Стоянка для яхт. Ага. Мануэль Айланд. Ну, их не поднимают, но такие специальные какие-то колья. Да, да, да. Они внизу же не могут стоять. Они загниют? Ну, она просто не встанет, я так думаю. У нее ниже. Вроде бы не этот, не прямой. Ее же надо ставить на эту. Нет, я могу сказать, почему же она на воде стоит. А, на воде стоят они. Почему не на воде? А, не на воде. Так удобнее, наверное, ремонт, все эти вещи делать. А они потому что ремонт делать или только стоянка? Скорее всего, ремонт они там тоже делают. Стоянка, ремонт, все вместе. Вот здесь яхт. Ага. Вообще, я здесь вал. Вот эти что, тоже получается, что ли, не на воде стоят? Да? Ну, а там воды нет. Нет? Нет, вода дальше. Так. Какой-то вход, например. Тут уже этот остров, как бы не для всех. Закрывается он. Остов-то наш. Мануэль. Сейчас посмотрим. Здесь просто этот, в чистом, трава растет, бурьян. О, ящерицы. Ага. Ящерицы бегают. Какие-то реактивные ящерицы. Здесь никто, конечно, ничего не ухаживает, но пахнет здесь очень хорошо. Настоящей природой. Секровочек. Ага. Крупостью. Так, ну здесь, я понимаю, закрыто все. Мидимально, да. Дальше-то нет прохода. Да. По крайней мере, для нашего транспорта нет здесь прохода. И пешеходом тоже идет. Пешеходом тоже идет. Интересно, это будет выглядеть. Да. Ну, пойдем. Такие вот дела, друзья. Что? Буду выключаться потихоньку. Сделали такую маленькую прогулочку по острову Мальта. Вот. Попозже на связь. Смотрите, Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, солнечную Кальфорнию. Двигаемся в Голливуд. Двигаемся в Голливуд.